В Твери в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управлений ФСБ России по Тверской и Тюменской областям во взаимодействии с УМВД России по Тюменской области и спецподразделениям Росгвардии, задержан гражданин России, находившийся в федеральном розыске. Джабраил Махмудов, 1984 года рождения, разыскивался правоохранительными органами Тюменской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество» в сфере кредитования, и подозревался в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Ближневосточного региона. В результате обыска по месту жительства задержанного в Твери изъяты мобильные средства связи, компьютерная техника, литература, религиозного содержания. Проводится экспертиза на предмет наличия в этой литературе признаков экстремизма. Задержанный конвоирован в Тюменскую область для проведения необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательств его противоправной деятельности. Люди просто сейчас настолько напуганы, переживают за свою жизнь дальше, потому что нам надо что-то делать. Вот это все, что погибло, мы теперь восстановить уже никогда не сможем. На этой неделе патрульная служба выезжала в медный повод. Крик о помощи местных жителей, утверждающих, в этом селе Калининского района происходит экологическая катастрофа. Было проведено много экспертиз. Причем самое интересное, что эти экспертизы подтвердили о том, что на самом деле превышает в тысячи раз бактерии, которые здесь заселены. В этих водоем погибло все. С Ниной Тащаковой и другими местными жителями мы встретились в дачном кооперативе, расположенном сразу за многоэтажками села Медное. Да, здесь дача, мы здесь проживаем с семьей в летнее время. Очень мешает постоянный запах, то, что загрязнение происходит от канализации. Все стекает прямо в пруд. Получается так, что из пруда по канаве все поступает в реку Тверца. Оттуда поступает водоем Волга. Сейчас все загрязнение происходит из-за сброса канализации непосредственно на почву. Канализация раньше проходила на очные коллекторы. Сейчас все разрушилось и происходит уже сброс прямо в реку. У меня тоже здесь дача и еще я проживаю в шестом доме. Там тоже у нас запах. Вот такой же запах стоит. Мимо нас проходит канализация с молокозавода труба. И у нас дом ниже находится. И все вот эти тоже отходы молокозавода поступают к нам в дом. И у нас запах стоит приблизительно вот такой, даже еще чище, чем вот здесь у пруда. Представляете, как мы живем в доме? Как давно это происходит? Ой, это давно происходит уже. Лет пять назад были выбросы вот такие. И сейчас вот вообще невыносим у нас. Мы даже около дома не можем находиться. В непосредственной близости к стокам оказались свыше тысячи жителей села Медное. У меня дача проходит, и там ручей такой же. Вот такой ручей бежит. И все колодцы, мы не можем там воду пить. Нарыли колодцы. Пользуемся только для полива. Еще где гарантия, что она чистая даже для полива. А пить уже ничего нет? Нет, пить мы эту воду не пьем, потому что вся вода уже, земля пропитана вот такой водой. О сложившейся ситуации люди писали во все инстанции. Жалоба губернатору со всеми подписями, прокурору и прокуратуру, заместителю правительства Тверской области. С жителями села мы встретились у местного пруда. Когда-то здесь купались и ловили рыбу. Теперь водоем наполнен дурно пахнущими отходами. Характерный запах утверждают люди от выбросов местного молочного завода. Если вы попадете в эту сыворотку ногами, то вы свои ботинки уже их не отмоете. Имеет такой специфический запах, что рыбаки, которые видели вот эти сбросы, они обращались во все инстанции, тоже говорили, что они не могут лодку отмыть. Совсем рядом с садоводческим товариществом протекает ядовитый, судя по запаху, ручей. Вблизи федеральная автодорога и река Тверца. Вот этот ручей течет, впереди трасса. Запах стоит неимоверный. То, что он цвет, вы видите, белесый, не очищенный, ничего. Вот эту воду ниже по течению Медовский водозабор забирает и подает в город. Представляете, сколько там население употребляет вот этой жиже воды, не очищенной никакой. Не представляю, почему все молчат. Все знают, что здесь происходит, и все помалкивают, что невозможно. Надо как-то людям объединяться и бороться с этим. Вслед за Игорем Кубатином пробираюсь вверх по течению ручья. Зловонный сток становится шире. Вскоре мы упираемся в большой, мягко говоря, неароматный искусственный водоем. Вот там приход воды. Вот здесь расход. Сколько приходит, столько же попадает в ручей и стекает в река Тверца. Видите, что происходит? Фактически та же белая муть, которая и около дач, и около домов, и везде. Вот эта сверху сыворотка или еще как ее можно назвать. Это все попадает в почву. Зимой с талыми водами все уходит в речку Тверца. Практически не фильтруется, потому что слизь забивает, а уходит самотеком. Но так же нельзя люди. Не работающие очистные сооружения глава Медновского сельского поселения Святослав Краснощеков назвал одной из важнейших проблем Медного. Все, в общем-то, началось с того, что месяца или полтора месяца назад к нам поступило обращение, коллективное обращение граждан, жителей, которые стали жаловаться на происходящую ситуацию, на вот эти потоки соответствующей жидкости, характерного цвета и запаха. И мы, не будучи полномочными в принятии решений, в даче оценки химического состава и прочих каких-то особенностей того, что мы видели, мы взяли обращение, взяли какие-то фотофиксацию какую-то и разослали во всевозможные контролирующие органы. И в Роспотребнадзор, и в Министерство природных ресурсов, и в Экологию Тверской области, в прокуратуру, обеэкологическую общую прокуратуру и в природоохранную. Постепенно мы получаем ответы, и общая суть ответов заключается и сводится к тому, что, в общем-то, если есть какие-то нарушения, то, в общем-то, они, наверное, не столь серьезные, чтобы принимать какие-то радикальные меры и вообще, чтобы принимать какие-либо меры. То есть, по сути, нам сказали, что, ну, если не все нормально, то почти все хорошо. Поэтому, вот, на мой взгляд, это, наверное, вызывает или должно вызывать какое-то удивление, потому что я, как обыватель, как житель, когда хожу со своими соседями и вижу действительно вот эти вот потоки, мне сложно сказать, что это нормально. Поэтому проблемы есть. Проблемы есть в неработающих очистных сооружениях, проблемы есть во взаимоотношениях предприятия, и, я имею в виду, Медомский молочный завод, и обслуживающего предприятия, которое эксплуатирует эти очистные сооружения. Проблемы есть в том, что на предприятии работают сто с лишним человек, и если мы будем ставить вопрос о закрытии предприятий, то, ну, это будет какой-то локальный, ну, социальный взрыв с трудоустройством последующим этих людей, которые потеряют работу. Но и немалая проблема, а то, может быть, и более, в том, что нарушаются экологические нормы, и все вот это вот, что льется, оно все льется на открытый грунт и в реку. Ну, и ставить на чашу весов, работают ли люди, продолжают там работать, или пускай это все льется в том виде, в каком оно льется, наверное, это неверно. Поэтому тут нужно какой-то компромисс искать. И очень хочется надеяться на то, что его найдут и примут решение те, кто это должен сделать. Это, соответственно, контролирующие природоохранные органы, ну, и эксплуатирующие организации и органы власти, которые уполномочены заниматься водоотведением, водоснабжением сейчас в Куалинском районе. Святослав Краснощеков еще раз объяснил, на очистные сооружения села Медного поступают сточные воды шести пятиэтажек детского сада села Медное и сточные воды Медновского молочного завода. Именно с этими заводскими сточными водами жители напрямую связывают характерный цвет и запах стоков. В настоящее время у нас назначен суд, арбитражный суд будет рассматривать дело по иску Медновского молочного завода, которое требует, обязывает муниципальное предприятие коммунальной системы Калининского района, а это та организация, которая обслуживает, содержит и эксплуатирует очистные сооружения. Так вот, Медовский молочный завод, по имеющейся у нас информации, подал исковое заявление с требованиями не чинить препятствия для слива своих стоков именно в эти очистные сооружения, именно в канализацию общую. Сложно сейчас давать какие-то оценки, потому что, наверное, тут правда есть у каждого, по крайней мере, частично своя. Если говорить про Медновский молочный завод, то мое личное мнение, что, ну, наверное, меня со мной все согласят, что не может и не должен завод функционировать без очистных сооружений. То есть куда-то сливать отходы производства, ну, или какие-то вот эти стоки, которые образуются в рамках производства, их все равно куда-то надо. Это обязательно то ли вывозить это на машине, то ли это сливать технологически через трубы. Но в любом случае это должно происходить не на открытый грунт, не в реку, не куда-то в канавы, а с последующей очисткой, обработкой. Медновский молочный завод с 2017 года строит, соответственно, свои обособленные очистные сооружения. Сейчас обособленные очистные сооружения построены и находятся в стадии пусконаладки. Однако в связи с тем, что Медновский молочный завод с 1971 года находится на сетях центрального водоотведения села Медны, сброс стоков до момента ввода в эксплуатацию очистных сооружений самостоятельно осуществлялся в общую систему стока. Либо в случае аварийной ситуации мы вынуждены были сток вывозить уже со сторонними организациями, машинами, соответственно, в иное место предоставлять его. В связи с тем, что в сентябре 2019 года между главой района и администрацией сельского поселения, а также заводом, была достигнута договоренность, что до мая 2020 года, то есть до стадии окончательного ввода пусконаладки, Медновский молочный завод имел право пользоваться сетью центрального водоотведения, мы осуществляли сброс непосредственно в сеть данного водоотведения. Данное решение было зафиксировано протоколом, который был подписан всеми заинтересованными сторонами. Но в начало ноября 2019 года МУП коммунальной системы Калининского района под руководством ЦИТО Андрея Валерьевича произвел самовольное отключение нашего завода от сети центрального водоотведения. Это было сделано без каких-либо уведомлений, без правовых оснований, потому что МУП не является ресурсоснабжающей организацией села Медны и права на эксплуатацию данной системы водоотведения не имеет. У нас счета, которые выставляются жителям села Медны за коммунальную систему водоотведения, они незаконны, потому что администрация Калининского района непосредственно системы очистных сооружений села Медны в МУП Калининский район не передавала. Проблема коммунальных систем, я имею в виду муниципальных предприятий коммунальных систем в том, что они полагают, считают, и руководитель объясняет, это тоже не на пальцах с документами, что очистные сооружения не рассчитаны на сброс промышленных вод, сброс промышленных стоков, а рассчитаны исключительно только на квартирные дома. И позиция муниципального предприятия коммунальной системы в том, что если бы не было слива и сброса очистных сооружений стоков от молокозавода, то такой проблемы не было. Не было бы специфического запаха, каких-то пены и прочих каких-то жидкостей мутного цвета. Ситуация, в которой мы сейчас вынуждены были столкнуться, начиная с середины ноября, была достаточно критичная, потому что завод был вынужден опять засорять свою систему, которая уже была в стадии закончения пусконаладки, был вынужден искать сторонние организации, тратить значительные финансовые средства на вылаз. Жители села Медная оказались в ситуации заложников, потому что слив осуществлялся непосредственно на рельеф, насосы стояли, и все это шло в многоквартирные жилые дома. Проблема основных частных сооружений села Медная, она на самом деле достаточно сложная по времени и далеко заходит за пределы. Администрация Калининского района ресурсоснабжающую организацию не определяет. Соответственно, сети не передают, и сами очистные сооружения также не передают. Сам Калининский район эксплуатировать систему очистных сооружений не может, потому что напрямую запрещено жилищным кодексом. Мы не можем заключить договора с ресурсоснабжающей организацией, потому что ее просто нет. Таким образом, ни эксплуатация сетей не осуществляется на законном основании, никто ее не эксплуатирует, все это находится в бесхозном состоянии, и правовых передач до сих пор у нас нет. А вот это бездействие, которое мы столкнулись с администрацией Калининского района до настоящего времени, привело к той критической ситуации, которая у нас есть в селе Медной. Есть сведения, да, на недостоверные, что на будущий год в администрации Калининского района заложены серьезные бюджетные средства для реконструкции, для ремонта этих очистных сооружений. На мой взгляд, проблема может быть в том, что, проведя, потратив достаточно серьезные бюджетные деньги, проведя эту реконструкцию, отремонтировав очистные сооружения, это может быть напрасным трудом или частично напрасным трудом, именно в связи с тем, что туда будут поступать стоки от молокозавода. Наверное, я не специалист, не могу утверждать достоверно, и, наверное, все-таки это разные вещи, когда в очистные сооружения сбрасываются только коммунальные бытовые какие-то нечистоты или еще и сливы производственного характера. Представители молочного завода уверены, выход из ситуации есть. Необходимо только деятельное участие районной власти. Необходимо администрации Калининского района принять волевое решение и передать на законном основании эти сети МУП, коммунальная система Калининский район. Как было озвучено на совещании, которое было проходило в понедельник во Министерстве жилищно-коммунального комплекса Турской области, МУП, коммунальная система, данное очистное сооружение брать не хочет из-за невыгодности. Но тогда, получается, и мы, и жители Калининского района оказываемся в заложниках из того, что коммунальные системы по финансовым показателям просто не забирают эти сети. При этом коммунальные платежи жителям они выставляют. И тариф, который выставлен жителям, это достаточно серьезный тариф. То есть денежные средства МУП получает, сети брать и коммунальные системы он не хочет. Поэтому я считаю, что в данном случае только в волевом решении администрации Калининского района данная ситуация может быть разрешена. Мы надеемся, что экологическая ситуация в селе Медном привлечет внимание структур, способных и уполномоченных разрешить назревшие и пока нерешаемые вопросы. Природа не прощает наплевательского отношения. А от качества воды, которую пьют жители региона, зависит здоровье каждого из нас. Просим обратить особое внимание на это экологическое бедствие. Помогите, остановите вот этот произвол. Потому что Путин сейчас ставит вопрос о чистке Волги. Но Волга-то, Тверца впадает в Волгу, Волга-то погибнет.